На этом все. Следующий выпуск новостей в 9.00. Не пропустите. А у нас в студии уже есть гости. Я с удовольствием передаю слово Александру. Здравствуйте еще раз крымчане. У нас действительно есть в студии гость, которого мы рады приветствовать. У нас сегодня в гостит руководитель образовательного центра Дом предпринимателя Максим Орлов. Здравствуйте, Максим. Доброе утро. Нам стало известно о том, что в Крыму происходит уже в третий раз очень крупное мероприятие, которое называется «Деловой Крым». Оно пройдет в декабре, правильно? Расскажите об этом мероприятии. Чего ждать и что это? В этом году мы собираем наше предпринимательское сообщество уже в третий раз. Если в прошлом году главной темой был – это крымский стандарт, повышение клиент-ориентированности нашего бизнеса. В этом году мы новую тематику выбрали – это «Время действовать». Мы будем формировать мета-сообщество Крыма, объединять наши общественные организации, которые работают с бизнесом, контрольные надзорные органы, органы власти в этой повестке дня, а также формировать деловую экосистему Республики Крым. Я думаю, будет очень интересно, потому что мы приглашаем крутых очень спикеров из Москвы, Питера, Сочи, которые будут говорить о финансировании, коммуникациях, о маркетинговых технологиях. Все, что сейчас интересно для бизнеса, что сейчас в тренде, то есть самые передовые бизнес-технологии. Ну, я думаю, действительно важно. Насколько мне известно, есть еще одно мероприятие, которое пройдет фактически параллельно. Это «Конгресс. Ты – предприниматель» с таким очень интересным названием. А что там будет? Да, наш фонд поддержки предпринимательства Крыма уже в третий год реализует федеральную программу «Ты – предприниматель». Она направлена на поддержку начинающих предпринимателей и как раз популяризации предпринимательской деятельности среди молодежи. Мы этот проект реализуем среди старшеклассников. В этом году на четырех площадках – это и в Алуште, это в Гвардейском, это в Симферопольском районе и Симферополе. А также у нас есть проект такой же со студентами в нескольких вузах, с нашим главным вузом КФУ, я с остальными, где мы работаем. И как раз по основам предпринимательской деятельности обучаем нашу молодежь. И, конечно же, вот 5 декабря в преддвериях этого конгресса у нас еще будет Крымская лаборатория инвестиций, когда молодые стартаперы, студенты и молодежь до 30 лет будут презентовать перед крутыми инвесторами нашими крымскими и с материковых, мы тоже приглашать, просить от финансовой поддержки. И это очень такая мощная волна будет у нас также с 7-го числа на Гренажном переулке 11, где будут два мероприятия на одной площадке проходить. Очень интересно, будут все руководства нашей республики Крым, профильные министерства, которые работают с бизнесом, руководители контрольно-надзорных органов. И мы будем вот в такой интерактивной работе в микрогруппах формировать геном крымского бизнеса. Какое красивое определение, геном крымского бизнеса. Скажите, вот было указано, что три года уже мероприятие проходит. А чем отличается мероприятие этого года от прошедших? Ну, мы поменяли формат. В этом году мы выбрали более такое тесное общение, чтобы мы отказались от президиума. И когда выступающие просто говорят с докладами, мы выбрали более динамичную работу. В этом году будет работа больше построена в динамике, в микрогруппах. У нас будет 30 столов по 10-12 предпринимателей, будет перемешано с руководителями муниципальных организаций, руководителями направлений по экономическому деятельности. Они будут все вместе сидеть с бизнесом, то есть органы власти, бизнес-сообщества, контрольные надзорные органы, они будут вместе сидеть и формировать вот эту благоприятную бизнес-среду Республики Крым. То есть у нас такой мозговой штурм, штичасовой. Конечно же, будут крутые спикеры выступать и говорить какие-то инсайты, лавхаки, что полезно для бизнеса сейчас, что в тренде, и что принесет прибыль и рост для нашего предпринимательского сообщества. А что в тренде? В тренде как раз CRM, автоматизация, это очень интересно, это позволяет облегчить некоторые бизнес-процессы, конечно же. И, конечно же, в тренде новые инструменты финансовой возможности. Об этом мы будем рассказывать, о господдержке бизнеса, которая у нас уже существует. Также к нам приезжает корпорация МСП, будет говорить о том, что на федеральном уровне, на региональном уровне, на муниципальном уровне мы можем дать нашему предпринимателю. Судя по тому, что вы сказали, будет 12 столов, 30 столов по 12 человек, то есть ожидается огромный наплыв человеческого фактора. Да, это у нас мероприятие бесплатное. Оно проходит при поддержке нашего Совета министров Республики Крым. Главный у нас организатор – это Министерство экономического развития Республики Крым. И мы, как Дом предпринимателя, 7 организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, помимо наполнения и работы со спикерами, будем еще проводить бесплатные консультации по финансовым вопросам, правовым вопросам, по господдержке. Так что мы будем все время в динамике рассказывать бизнесу, что необходимо. И говорить, конечно же, в первую очередь о проблемах и искать пути решения. Судя по тому, насколько все серьезно, организованно, государство очень неравнодушно получается к малому бизнесу. Это действительно так? Да, Республика Крым отличается от остальных субъектов, что у нас более 62% от трудоспособного населения, они работают как раз в предпринимательской деятельности. Это очень высокий порог. И поэтому, чем больше бизнеса официально регистрируется, тем больше у нас налогоочислений, тем больше наша инфраструктура будет на полуострове развиваться. И нам будет всем круче, интереснее. Да, дай бог. Скажите, а вот есть какие-то всероссийские проекты, в которых участвуют крымчане, в которых они, может быть, что-то... Это как раз в рамках федеральной программы «Ты предприниматель». Мы проводим уже в третий год региональный этап, отбор молодых предпринимателей. И в этом году у нас есть уже первые победы. Мы привезли, благодаря нашей дирекции, исполнительной поддержке наших профильных министерств, у нас три призовых места. Это в производстве первое место, в торговле второе место и спецприз в сельском хозяйстве. Могу похвастаться, среди остальных субъектов Российской Федерации, а это в 60 субъектах реализовывается, это программа «Ты предприниматель» и конкурс был. В этом году было порядка 4 тысяч претендентов, и у нас показатель самый лучший. Три призовых места ни один субъект еще не увез. Ну что же, это действительно радостно, что в Крыму жизнь кипит, в частности, бизнес-жизнь. У нас в гостях Максим Орлов, руководитель образовательного центра «Дом предпринимателя». Мы благодарим вас за участие, за то, что вы очень интересно осветили это мероприятие. Я думаю, что очень многие крымчане непременно его посетят, особенно те, кто неравнодушен к бизнесу. И таких, как оказалось, очень немало.